Итак, нам уже рассказывали про новый подкласс Варлоков, Заклинатель Теней. Рассказывали про новый подкласс Титанов, Чудища. Теперь, наконец-то дошла очередь до Охотников. Давайте прочтём статью вместе и обратим внимание на самое интересное. Мне, как Хантер Мейну, эта статья релевантна, ого-го как. С самого начала мы знали, что Охотник воплотит идею замедления Стражей вокруг себя с помощью своих стазисных способностей. Началом этой стратегии стала рукопашная атака Губительный Клинок. Благодаря ей игрок бросает смертоносный сюрикен стазиса, который рикошетом отлетает от поверхностей и врагов, замедляя их и нанося им урон. Поразив одну цель двумя сюрикенами, вы мгновенно заморозите противника. В самом начале статьи разработчики рассказали, как будет работать новая заряженная рукопашная атака Охотника. Два метательных сюрикена-ревенанта мы уже видели в трейлерах. И при демонстрации в ПВП они многих напугали, что, мол, бросающаяся атака ближнего боя замораживает противника, как так? Но на самом деле всё чуть сложней. Сюрикен лишь замедлит врага и нанесёт небольшое количество урона. А вот чтобы его совсем обездвижить, нужно умудриться попасть в него два раза подряд. Эта задача посложнее. Однако стратегическую роль таких сюрикенов сложно недооценить. Мне наиболее интересным кажется то, что эффект замедления при попадании сюрикена по ультующему противнику схож с подавляющей гранатой титана в пустотной ветке. Мы видели кадры в первом трейлере, когда Охотник, попав своим сюрикеном по титану в ульте, отключил его супер и значительно замедлил его. По сути, просто обезоружив. Нравится? Лайк. Когда Охотник-ревенант полностью заряжен энергией способности, он может высвободить свои смертоносные тишину и шквал. Названные так в честь пары клинков Камы, которые призывает Охотник. Этот супер включает в себя двухстороннюю атаку. Каждый клинок Камы выполняет свою функцию. Первый клинок при броске немедленно взрывается при столкновении, замораживая врагов в радиусе от центра взрыва. А второй клинок вонзается в поверхность или во врага, а затем взрывается, создавая стазисный шторм, который будет отслеживать ближайших врагов, замедляя и нанося им урон при контакте. Вау, еще одна ВХ способность Охотника, которая оставит рыдать его добычу. Вообще, мне нравится описание супера. Два клинка выполняют разную функцию. Будет интересно посмотреть на то, как это работает в механике. Если при активной ульте Ревенанта мы сможем, например, на ЛКМ и ПКМ бросать клинки разного типа и четко контролировать то, какую атаку используем в нужный момент, то это будет очень интересно. Как и в случае с Варлоком и Титаном, игроки, использующие Ревенанта, также смогут настраивать свои стазисные способности с течением времени, используя слоты Аспект и Фрагмент. Выбрав, например, особый для Охотников аспект медленного уклонения, игрок сможет временно замедлить ближайших врагов каждый раз, когда он использует это уклонение. Блин, для игроков, кто любит схватки на ближней дистанции, это просто супер аспект. Уже представляю, как Охотники в Гарниле, бегущая с каким-нибудь дробовиком, ловко врываются в толпу противников и убив одного, прожимают дэш, замедляя остальных, чтобы либо вскрыться из их виду быстренько, либо наоборот успеть развернуться на них и сделать пару точных выстрелов или ударов сюрикянами. А если еще и с экзотиком шут под знаком близнецов, то вообще вомба-комба сезона будет, никто тебя не найдет. Еще в статье есть скриншот с другим специальным аспектом, который при долгом нажатии назначенной кнопки в воздухе резко обрушит Охотника на землю, нанося при этом урон по площади, словно электрический титан в средней ветке, хотя почти наверняка он будет слабее. На этом про Охотников все, ничего не забыли. А вы не обратили внимания, что ни в статье про Варлока, ни про Титана не говорили про новые гранаты? Вот, то-то же. Все берегли на сладко, давайте рассмотрим, что там с новыми стазисными гранатами. Первое, самое интересное на мой взгляд, хоть в ПВП, хоть в ПВЕ, ледниковая граната. При контакте с землей она образует стену из кристаллов, а ближайшие к возникшей стене враги заморозятся. Граната имеет множество применений, от ограждения врагов до создания укрытий и платформ для прыжков. При уничтожении стены осколки будут наносить АОЕ урон ближайшим противникам. Теперь не только Титаны смогут устроить минутку строительства баррикад посреди матча. Интересно, насколько прочными окажутся эти сооружения. Граната «Хрупкий лед» при контакте с землей или при попадании во врага высвободит волну энергии стазиса, которая проносится по земле в направлении ближайшего врага, замораживая его, а затем выискивает следующего противника поблизости. Одной такой гранатой можно заморозить до трех врагов. По описанию напоминает гранату пустотного варлока с этими жуткими, преследующими цель сгустками пустотной энергии. Только теперь новая граната не будет убивать, она будет сковывать игрока. Что ж, ребят, мы будем теперь играть совершенно в другую игру. Я вот даже сейчас вспоминаю испытания «Сириса» на этой неделе, когда на карте «Дживелин-4» все команды сразу прокидывали гранату через центр. Теперь бросок вот одной такой гранаты может просто сковать всю команду, и тогда исход боя разрешится очень быстро. Ну и третья граната — граната «Теневого поля». Она создает мощное стазисное поле, которое, формируясь, затягивает в себя врагов. Как только противники оказываются внутри, поле знабедляет их, и тот, кто не успевает выбраться, застывает на месте. Да, ее эффект мы тоже видели. По сути, это как те самые бесячие мины падших из тюрьмы старейшин. Попал в такую — и все, как в болоте у топ. Если еще она и ульту отрубает, то вообще мастхэв для контроля зон, например. Не менее восхитительна возможность создавать с помощью стазиса новую геометрию. Если правильно рассчитать время, то кристаллические образования от взрыва ледниковой гранаты можно использовать в том числе как платформы. Игроки будут использовать новую силу как в виде гранат, так и в виде суперспособностей, чтобы добираться до труднодоступных локаций, или создавать новые углы обзора. Наверняка они придумают что-то, что мы даже не смогли предугадать. Да, уж игроки точно придумают то, что предугадать сейчас никто не может. Страшно представить, куда смогут забраться по этим кристаллам стражи. Какие точки обстрела и сейв-зоны на боссах отыщут. И я представляю, как многим будет некомфортно переучиваться играть в игру. Серьезно. Это все выглядит не как многие сейчас пишут, что это ломает баланс. Это ломает в принципе наше представление о том, как мы играем в Destiny 2. И да, мне этого не хватало, так что ждем. Ну а я пошел готовиться к стриму, который кстати начнется через час небольшим. Увидимся там. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok